Это стальной двухметровый бак цилиндрической формы с небольшим окошком вряд ли бы привлек внимание, если бы не его содержимое. Здесь, на цокольном этаже регионального отделения Центробанка, деньги в буквальном смысле превращаются в пыль. За сутки таким образом могут исчезнуть полтора миллиарда рублей. На эту сумму можно было бы построить пять детсадов, или две школы, или девятиэтажку. Правда, это деньги ветхие, и единственное, куда их можно пустить, по уверению сотрудников банка, в топку. Я так думаю, ничего в этом плохого нет. Это первоначально, когда в 2012 году нам Банк России доверил право уничтожения банкнот, мы с какой-то частной фирмой заключали договор на вывоз вот этой обрези. Что они там дальше делали, я не скажу, не знаю. Ветхость купюры определяет вот эта специальная машина. Сегодня таковых не оказалось, поэтому банкноты двигаются дальше. Сначала на проверку подлинности, если все в порядке, то после в паяльный автомат, где 10 пачек запаковывают в пакет. Всем процессом управляет один человек, кассир-операционист, как правило, женщина. Инга за рабочую смену таким образом запаковывает до 300 пачек, не считая пересчета сотни килограммов мелочи. Признается, к концу дня не чувствует рук. Женщина должна всегда оставаться женщиной, независимо от того, кем она работает. К слову, именно сюда, в региональное представительство Центробанка, стекаются все деньги региона. Начиная от предприятий и коммерческих банков, и заканчивая бюджетными средствами. Правда, как именно они хранятся – секрет. Все деньги региона не могут храниться в одном месте. Часть денег... Но есть хранилище? Есть. Ха-ха-ха. А в Карпович, Эдуард Баглай, Афонтова. Новости.